Добрый день, уважаемые зрители. Это YouTube-канал Планета Дзюдо. И сегодня я, Давид Карасьев, беру небольшое интервью у вице-президента Федерации Самбо Израиля и президента клуба Самурайдо Павла Мусина. Здравствуйте, Павел. Мы находимся в Израиле, напоминаю еще раз. Павел, скажите, пожалуйста, последний раз YouTube-канал Планета Дзюдо брал у вас интервью в 2022 году, если я не ошибаюсь. Что изменилось с 2022 года в израильском самбо? Ну, у нас большие изменения. С 2022 года у нас произошли большие изменения. У нас большое развитие самбо, открываются новые клубы, приходят новые спортсмены, количество спортсменов увеличилось. На последнем чемпионате страны участвовало 280 спортсменов. По сравнению с 2020 годом, если я не ошибаюсь, в районе 120-130 спортсменов только участвовали. В комбат самбо у нас очень развивается, приходят новые девушки, мужчины, молодежь начинает заниматься комбат самбо. И поэтому популяризация вида спорта этого, конечно, принимает совсем другие рамки. И уже самбо на слуху у людей в Израиле. А если вам известно, на сегодняшний день какое место в рейтинге по востребованности среди боевых искусств занимает самбо в Израиле? Ну, скажу честно, люди, которые занимаются смешанными единоборствами, знают, что такое самбо. Простые люди по рекламе, именно на комбат самбо, очень тяжело проходит набор. Поэтому нам приходится совмещать, как бы мы совмещаем в рекламных наших листах комбат самбо и ММА. И на ММА люди больше идут, а уже приходя на ММА, мы как бы объясняем, что мы базируем наше ММА на комбат самбо и продолжаем уже обучать их комбат самбо и наступать по нашему уровню. Но при этом классическое самбо продолжает пользоваться популярностью в Израиле. Я так понимаю, здесь существенная разница в том, что комбат самбо больше берет от военизированных стилей борьбы, нежели классическое, которое скорее про самбо для всех, а не для тех, кто хочет именно такую жесткую карьеру. Я могу сказать, что у нас на сегодняшний день хоть и классическое самбо имеет уже какое-то свое здесь имя и на слуху телезрителей, радиослушателей и так далее. В связи с тем, что мы провели здесь и пляжный чемпионат мира, и чемпионат Европы, который был здесь освещен всеми нашими спортивными каналами и печатными СМИ. Но все равно самбо больше популярна в тех городах, где больше находится население, выходцев из бывших стран СНГ, СССР. Там больше популярна самбо, там больше люди понимают, что это. Более в таких израильских городах тяжело-тяжело проходит набор на чистое самбо. Но там больше клубы берут, смешивают самбо и дзюдо и уже тогда дают на выбор ребятам. То есть приглашают на дзюдо, уже дальше показывают самбо и спортсмены выбирают самбо дзюдо. В таком случае спрошу в сравнении с ситуацией в Федерации вольной борьбы Израиля. На соревнованиях и чемпионатах, которые проходят под эгидой Федерации самбо Израиля, ненормально в основном смешивать, приглашать спортсменов из других видов борьбы. Например, из дзюдоистов участие на чемпионатах самбо. Вольников, допустим. Здесь так не принято. У нас не принято. Почему? Потому что наша Федерация работает очень, скажем так, упорядоченно. И производится запись клубов. То есть просто клуб, который хоть вдруг поучаствует на чемпионате за, не может записаться в Федерацию. Заранее происходит запись клуба, заранее происходит запись спортсмена. Спортсмены проходят медицинские проверки. Обязаны представить медицинские проверки заранее, перед чемпионатом. И приглашаются на чемпионат только клубы, которые зарегистрированы в Федерации самбо Израиля. То есть тех, которые не присутствуют в списке членов, эти клубы участие в соревнованиях не принимают? Они могут принять участие как зрители. То есть, немножко переходя уже в эту плоскость организации бюрократических спортивных структур, как Федерация самбо, у вас в Федерации процесс отложен в последние годы? Или это в целом сохранялось за Федерацией самбо в Израиле? Изначально, конечно, мы пытались набрать участников на чемпионаты Израиля. И даже сегодня, вот недавно на собрании тренеров, я сказал, мы пришли к такому моменту, что раньше мы искали спортсмена, кто поедет выступать на чемпионат Европы и мира. А сегодня мы проводим отбор и отбираем почти в каждой весовой категории, кто лучший, кто полетит и проводим отборочные соревнования. То есть ситуация совершенно изменилась кардинально в этом плане. И в организационном плане тоже, как бы поначалу мы были очень так суббурно, набирали, где кто хочет, где кто может. Сегодня мы поставили это на, в общем, такой высокий уровень. Мы признаны министерством, мы признаны, у нас есть организация неолимпийских видов спорта, государственная организация неолимпийских видов спорта, в которую мы входим, и мы работаем очень упорядоченно, скажем так. Как самбо Израиля стало отвечать на вызовы, которые появились в стране после трагедии 7 октября? Стало ли больше посещение таких клубов самбо, клумба дзюдо и других боевых искусств? Как вы ответите на этот вопрос? Ну, я не думаю, что 7 октября повлияло на нас, на ситуацию в нашей стране, в плане восточных единоборств, в плане единоборств, извращение. Ситуация в нашей стране всегда была не из легких, и террористические акты, и периодические войны. Поэтому я не думаю, что какое-то влияние там произошло. Конечно, повлияло на нас и отрицательно тоже, потому что многие спортсмены уходят, они резервисты, уходят в армию, сейчас собирают военные действия. Некоторые спортсмены были ранены в боевых действиях, и не могут продолжать на данный момент тренировки. Бюджеты урезаны из-за войны, урезали бюджеты федерации. Поэтому стало немножко тяжело, но мы уверены, что этот период пройдет, и мы вернемся к лучшим временам. Но больше людей записываться в клубы по самбо не стало в связи со всеми этими событиями? Нет. Больше, чем обычно? Я не думал, что нет. Опять же, вот если мы говорим про спорт и про самбо после 7 октября, просто стало, думаю, будет интересно узнать нашим зрителям. Служба безопасности Израиля и в вольной борьбе, и в дзюдо, насколько мне известно, и, вероятно, в самбо, стало более тщательно относиться к тому, безопасно ли будет спортсменам из Израиля выступать на чемпионатах, которые проводятся в странах либо близким к арабскому миру, либо близким к исламу и такой антиизраильской, может быть, с более антисемитскими позициями. Вот как на сегодняшний день обстоит с этим дела конкретно у Федерации самбо Израиля и у спорта самбо как такового? Я скажу, что после 1972 года Олимпиады в Мюнхене, до последнего дня наши все официальные делегации были под охраной, спецслужб. Мы всегда, в принципе, предупреждаем наши спецслужбы, что приезжают делегации и так далее. Здесь страны, в которых нас сопровождают, здесь страны, в которых нас не сопровождают. Но, в принципе, всегда было, как бы, мы всегда были под присмотром. Сейчас, конечно, это усилилось, потому что ситуация в мире в связи с военными действиями немножко ухудшилась. Но, опять же, это единственное, нам тяжеловато, потому что дополнительные расходы на нас, отдельные гостиницы нам должны закрывать. Но, вот, например, мы участвовали в Марокко. Это арабская, исламская страна, в которой мы участвовали сейчас на чемпионате мира по пляжному самбо. То есть запретов на выезд нет. Есть страны такие очень, скажете, ну... Чрезмерно радикальные, да? Да, радикальные такие страны. Скажем, Иран, в которых нас не пустят. Да, сегодня в Турцию, скажем, у нас запрет на выезд. Но, вот, я спрашивал, скорее, имея в виду Турцию, потому что... Да, в Турцию мы сегодня в Иран, мы не сможем выехать. Ну, в принципе, вот, в остальные страны, которые умеренные, скажем, исламские, у нас нет никаких проблем. А вот я читал про то, что служба безопасности отказала в выезде спортсменов от Израиля на чемпионат мира с Душамбе, который должен пройти в этом году. Или это устаревшая информация? Это не устаревшая, это, да, действительно, информация такая. Мы, опять же, наша команда по взрослым не выехала на чемпионат мира в ноябре месяца 2023 года. Ну, в связи с военными действиями, которые только начались, здесь был немножко такой, можно сказать, в спортивном мире хаос такой. Многие спортсмены ушли в армию, многие спортсмены... Все были при делах, все были чем-то заняты. И плюс мы не получили разрешения от наших спецслужб на выезд за границу официальных делегаций. То есть были приостановлены официальные делегации, поэтому мы пропустили чемпионат мира. Жаль, конечно, но то, что есть, мы продолжаем жить, продолжаем развиваться. И, надеюсь, в этом году мы в Казахстане проявим себя. Пожелаем удачи и израильскому самбу, и клубу Самурай До. И хотелось бы сказать, вы в целом видите перспективу развития самба в Израиле довольно позитивной. Несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит и на международной арене, и в спорте в связи с этим входят изменения. Но вот само самба внутри Израиля, оно поднимает голову? Оно все-таки интенсивно движется в сторону того, чтобы занять такую особую нишу в мире единоборств страны? Ну, однозначно да. Однозначно да. В организации неолимпийских видов спорта, которые ходят джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, кикбоксинг, тайбоксинг и так далее. На сегодняшний день мы занимаем ведущую позицию, и не только в результативности, но и в количестве спортсменов записанных в федерации, в количестве соревнований, которые мы проводим. То есть мы уже заняли какую-то ведущую позицию в определенной нише неолимпийских видов спорта. Конечно, конкурировать в Израиле с джиу-джитсу очень тяжело. Это один из самых популярных видов в Израиле, который приносит медали на всех Олимпиадах. И принес на сегодняшний день самое большое количество медалей на Олимпийских играх. Тяжело конкурировать с этим видом спорта. Но я думаю, что придет момент, когда-то, что мы доберемся не до этого уровня. Все-таки в 90-х годах, когда я приехал в Израиль, я приехал в Тайфу, на севере страны, не было ни одного клуба джиу-джиу. По всей стране таких серьезных клубов, где тренировались бы действительно серьезного, не просто кружка, но серьезного джиу-джиу, было 8-9 клубов по всему Израилу. Сегодня только в нашем городе, так чтобы понять 350 тысяч жителей, и больше 30 клубов джиу-джиу находятся в одном маленьком городке. Поэтому я вообще позитивный человек, и надеюсь, уверен, что мы сможем в будущем, в ближайшем, но в будущем конкурировать с такими видами Олимпийскими, как джиу-джиу. Большая надежда в том, что мы станем Олимпийским видом, и тогда 100% мы будем конкурировать, и даже, может, обойдем джиу-джиу. Говоря о джиу-джиу, я хочу поздравить Павла Мусина с медалью у его ученика Петра Пальчика на Олимпийских играх в Париже в августе этого года. Заслуженная награда израильского спортсмена и дзудаиста. Спасибо. Павел, я бы хотел спросить, что бы вы пожелали, что бы вы сказали людям, нашим зрителям, которые думают начать заниматься самбо, если они особенно находятся в Израиле, заниматься израильским самбо, все-таки тоже есть некоторый отпечаток и национальной, культурной традиции Израиля? Я думаю, что стоит попробовать. Стоит попробовать, потренироваться, попробовать себя. Ведь в каждом стиле есть своя изюминка, и, может, эта изюминка как раз подходит именно вам. Поэтому дерзайте, пробуйте. А что бы вы сказали себе через год, как тренеру, педагогу, спортсмену, если бы прослушали эту запись? Что бы вы пожелали себе? Не останавливаться, а продолжать идти вперед. А своим ученикам, спортсменам? То же самое. А израильскому спорту как таковому? Я думаю, что не останавливаться, продолжать развиваться, продолжать идти вперед. Израильский спорт развивается семимильными шагами во всех видах спорта, олимпийских, неолимпийских. И появляется больше и больше специалистов, тренеров. Поэтому мы будем дерзать и развиваться дальше. Хочется надеяться, да и чего уж говорить, канал Планета Дзюдо уверены в правильном пути, в правильном курсе развития самбо в Израиле как единоборство. Что ж, хочется пожелать удачи, больших спортивных достижений и лично Павлу Мусину как вице-президенту Федерации Самбо Израиля и клубу Самурай До и израильским самбистам в целом. Удачи вам! Большое спасибо!